Всем привет, это Миша и сегодня мое видео будет посвящено Израилю, а именно предстоящим там выборам в парламент. Для кого это видео? Я не думаю, что я кого-то смогу переубедить из-за израильтян, кого свать за тех или за других. И на самом деле, несмотря на название этого видео, это не является моей целью, а моей целью является просто рассказать со своей стороны о израильской выборной системе, о том, что вообще сейчас за выборы, что там происходит и так далее. Соответственно, это видео скорее будет интересно не израильтянам, а тем моим знакомым, ну или не только знакомым, на самом деле, кто посмотрит это видео, кому интересна политика, интересна Израиль или интересна израильская политика, то есть все целиком. Значит, что сейчас будет происходить? Сейчас будут происходить досрочные выборы в израильский парламент, он же называется Кнесет. И, соответственно, поскольку Израиль это парламентская демократия, то выборы в парламент непосредственно влияют на то, кто является премьер-министром, а премьер-министр это глава государства. То есть в Израиле есть президент, но он исполняет, скажем так, номинальные функции, там он может помиловать, он выполняет несколько политических таких ролей, но это минимальная роль, да, то есть премьер-министр это глава государства реальной. Сейчас премьер-министр Израиля это Беньямин Нетаньяху, он уже занимает второе место по продолжительности пребывания на посту премьер-министра, больше у него был только Давид Бен-Гурион, первый премьер-министр Израиля. Вот, и Нетаньяху, если я не ошибаюсь, уже почти 16 лет, правда, с перерывами является премьер-министром, и в Израиле это довольно многим надоело. И так уж сложилось, что надоело это, судя по всему, не только израильтянам, но и самому, нет, вернее, Нетаньяху, это как раз наоборот, это не надоело, и поэтому все, что он делает, это, в моем понимании, попытка вот как бы сохранить власть. Соответственно, я не жил в Израиле в первые годы его премьерства, ну, много первых лет его премьерства, я не могу сказать реально, что он сделал, как бы что поменялось, но то, что я слышал от людей, то, что да, при нем, не знаю, из-за него, попреки нему, благодаря нему или просто так, экономика страны улучшилась, и, в принципе, он делал какие-то меры, которые имели цель, собственно, улучшить экономику. Вот, в целом, Нетаньяху представляет правую партию Ликут, такую правую, ну, умеренно правую, скажем так, и партия Ликут, в моем понимании, сейчас превратилась в такой кружок по интересам, но интерес, на самом деле, один, это попасть во власть, поскольку вслед за Нетаньяху Ликут выигрывает выборы, и Нетаньяху становится премьером, но выигрывает он их во многом благодаря личности Нетаньяху, партия остается на плаву, и в прошлых выборах она набрала 30 мандатов из 120, хотя этого никто, наверное, даже не ожидал, и по опросам там было меньше, и вообще по опросам они могли проиграть выборы, но произошла некоторая мобилизация правого электората, другие правые партии получили меньше, чем ожидалось, зато Ликут получил больше, и это привело к тому, что в Кнессет, например, прошел такой замечательный депутат Орен Хазан, который, ну, вот возьмите Жириновского, помножьте, да нет, ладно, не надо умножить, но вот возьмите Жириновского, и вот такой израильский Жириновский, но только Жириновский все-таки фигура для российской истории более значимая, а этот гражданин, ну, так на раз в Кнессет сходил, вот, и, знаете, есть такая вот политкорректность, которая, ну, раздражает, да, но этот человек не то, что он вот над ней как бы, да, издевался, а он издевался просто над любой корректностью и вежливостью, хамил своим коллегам и так далее, вот, там его задержали как-то там за какое-то супер превышение скорости и так далее, ну, в общем, совершенно такой маловменяемый, по-моему, человек, и в этот, тут к чести Ликуда от него, видимо, решили избавиться, и в этом году он идет на выборы от своей партии отдельной, вот, ну, и, видимо, не пройдет. Это, конечно, хорошо, вот, а что плохо, то, что в остальном все равно в Ликуде довольно разношерстная публика, при том, что в Израиле партии, в общем и целом, их много, то есть, там, на 120 человек, там, 10 партий может быть в Кнессете, и, казалось бы, ну, наоборот, люди должны как бы группироваться по идеологии, да, и быть менее таким, ну, балаганом, да, где разные люди, ну, тем не менее Ликуда, это, кажется, такой балаган, там есть и достаточно религиозные такие, ну, не экстремисты, но радикалы, скажем так, и там какие-то достаточно вменяемые люди, и какие-то, там, абсолютная экстремистская направленность в отношении арабов, товарищей и так далее, вот, там, для меня мой любимый, вот, у меня два любимых депутата и, соответственно, министра, поскольку депутаты, как правило, становятся министрами, ну, в смысле, министрами становятся, как правило, депутаты, да, вот, два моих любимых министра, это одна, там, Элит Шакет, но она другой партии, вторая, это Мирирегев, министр культуры, ну, и вообще, в принципе, пост министра культуры меня вызывает вопросы, но Мирирегев, это вообще отдельная песня, я честно скажу, вот, выбирая, там, если, допустим, сравнивать Израиль и Россию, выбирая между Мединским и Мирирегев, вот Мединский лучше, вот, поверь, Мединский намного лучше, отличный министр по сравнению с Мирирегев, Мирирегев, это, ладно, а вот я не буду про Мирирегев, что в целом происходит, значит, сейчас Нетаньях, как и в прошлые выборы, да, они проходят под лозунгом «Убрать Нетаньяху», да, и в прошлый раз ему противостояли Ицкак, Герцог и Цепеливни, соответственно, это был такой союз двух партий, значит, АВАДА, это такая левая, ну, левая, умеренно левая партия, рабочая партия, да, и от НУА партия Цепеливни, ну, это такая партия одного человека, на самом деле, в моем понимании, и вот они объединились, и по опросам они даже выигрывали выборы, возможно, но не сложилось, вот, кто голосовал за них? За них в основном голосовал светский центр страны, скажем так, кто голосовал за правых, ну, не центр страны, да, вот, соответственно, Цепеливни, как и Ицкак, Герцог, совершенно такие интеллигентные, приятные люди, да, понятно, можно долго спорить про их идеи и так далее, но просто я сейчас говорю о, скажем так, уровне, да, то есть вот они против, Нетаньяху противостояли такие профессиональные политики, абсолютно такие, как это, корректные и так далее, и так далее, да, в этом году по естественному, скажем так, закону, что оппозиция, она имеет свойство радикализовываться, Нетаньяху противостоит уже более интересная такая сила, а именно блок Кахоль-Лаван, синий-белый, ну, в честь, как бы, цветов Израиля, вот, значит, ну, этот блок состоит из, скажем так, больше, чем двух частей, но две, скажем так, можно разделить, первая часть это партия Ешатит, есть будущее, вот, она обычно, когда центристская, светская партия, ну, к ней никаких претензий нет, совершенно, в моем понимании, позитивная сила, которая должна быть в правительстве, вот, в любом случае, потому что, во-первых, она центристская, и там нету таких каких-то, ну, теоретически проблем с ними, не должно быть, да, а во-вторых, она действительно представляет довольно значительную часть израильского населения, вот, и, соответственно, вторая часть этого блока это генералы, ну, не только генералы, но это как-то визитная карточка, и в первую очередь это генерал Бенни Ганц, в прошлом начальник генштаба Израиля, и еще двое генералов, бывших начальников генштаба в этом списке, и генерал Мошея Алон, который был до недавнего времени министром обороны, причем от партии Ликут, тоже в этом списке, вот, и так далее. В Израиле есть запрет на участие генерала в политике, но там есть какой-то, типа, несколько три-три, по-моему, года, они должны, как бы, отдохнуть, да, после армии, потом только имеют право участвовать в политике. Вот, и я так скажу, ну, у меня лично к ним никаких претензий нет, я, честно говоря, про них вообще мало что знаю, и про их политические взгляды тоже, и проблема в том, что, по-моему, никто особо не знал, да, до этих выборов. Но, безусловно, когда речь идет, вот, или они, или Нетаньяху, да, очень многие люди, и если бы я жил в Израиле, я, безусловно, и фишка в Израиле, ты можешь голосовать только, если ты живешь внутри страны, если ты гражданин и живешь за пределами Израиля, ты не можешь голосовать, да, поэтому я голосовать не могу. Вот, так вот, если бы я жил в Израиле и мог голосовать, безусловно, я был бы, вот, ну, я бы тоже голосовал под знаком «надо убрать Нетаньяху», но просто, наверное, не за Кахоль-Лаван. Вот, но в чем идея? Значит, интеллигентные политики сменились генералами такими брутальными, да, вот, и в принципе с учетом израильской истории и так далее, ну генералы это не так плохо, да, там и Риэль Шарон был военным и другие видные деятели, то есть как бы это норм, да, но все-таки виден вот этот тренд, то есть Нетаньяху остается и оппозиция ему становится, скажем так, менее такой интеллигентный, но опять же я не хочу сказать, что эти генералы не интеллигенты, да, но просто вот принцип, да, то есть были политики, стали генералы, кто будет дальше, надеюсь мы не узнаем, надеюсь в этом, вот, Нетаньяху не станет премьером. Когда мы говорим вообще про израильские выборы, да, нужно понять, что в принципе партии очень много претендуют на места в Кнешите и законодательство в принципе достаточно либеральное, то есть в том плане, что, ну, есть некоторые ограничения на участие, но в целом, ну, практически весь политический спектр представлен. Скажем так, есть арабские партии и часть из них очень, скажем так, настороженно относятся к Израилю и тут бы казалось бы сказать, ну, хорошо, тогда отлично, давайте мы не будем их пускать, вот если они там не готовы присягнуть на верность Израилю или еще что-то. Дело в том, что, например, ультрарелигиозные иудейские партии, по крайней мере некоторые из них, они как бы тоже не совсем признают государство Израиль, и так, например, представитель религиозной партии, это, скажем, блок, наверное, партии, нескольких партий, значит, Ядута Тара, Яков Лицман, он получил пост министра здравоохранения, вот, в нынешнем правительстве, но поскольку они как-то не очень дружат, не очень признают государство Израиль, они, он не министр, он замминистра, при том, что министра как бы нет, вот, это довольно интересная тема, ну, это отдельно можно когда-нибудь будет про это поговорить, вне контекста выборов, но, тем не менее, то есть, отношение к Израилю, даже к государству, далеко не у всех участников политического процесса однозначное, да, и, в моем понимании, это все равно нормально, потому что, ну, как это, если у этих людей есть паспорта Израиля, то они должны иметь право участвовать в выборах, другое дело, что, как это, их победа, ну, они не могут победить реально, да, они могут просто вот быть каким-то балластом, либо присоединиться к той или иной коалиции, вот, и иметь очень ограниченное влияние, или неограниченное, как, например, сейчас, когда в коалиции, собственно, был 61 депутат, при необходимом 61 депутате, соответственно, любая часть этой коалиции, а именно, например, ну, религиозные, скажем так, радикалы, да, могли диктовать правительству свои какие-то требования, соответственно, если правительство отказалось бы, они бы сказали, мы выходим из коалиции, и все, перевыборы, ну, собственно, этого не произошло, хотя и близко к этому было, и эти выборы в КНЕС, вот, я не совсем понял, почему именно они вот досрочные, кто именно вышел из коалиции, или просто, или что там именно произошло, но, на самом деле, это абсолютно обычная история для Израиля, когда выборы досрочные, досрочные, как-то вот те, кто могут их, как бы, сделать досрочными, смотрят, когда им это выгодно, и, соответственно, начинают все это, как-то мутить воду, и, соответственно, это приводит к перевыборам. Значит, про Нитаньяху еще немножко, значит, как я уже сказал, что, судя по всему, первые годы его президентства он был совершенно позитивным премьером, я, опять же, не знаю, наверное, против него тоже может было что-то сказать, но вот то, что я про него слышал, это было положительное. Чем Нитаньяху занят сейчас, ну, кроме сохранения власти? Ну, во-первых, на международной арене этот человек, к сожалению, проявляет себя абсолютно, абсолютным лозером. Значит, никакой реальной борьбы, там, движению по бойкоту Израиля, там, BDS, например, да, он не смог сделать. То есть, все его на это влияние заканчивается тем, что он не пускает в Израиль активистов BDS, даже если они евреи. Вот, ну, и это, в моем понимании, подрывает смысл существования государства Израиля несколько больше, чем сам, сама идея BDS, потому что, когда вы не пускаете в Израиль еврея, ну, наверное, если бы они хотели получить гражданство, их бы не могли отказать, но, все равно, когда еврей прилетает в Израиль и его разворачивают, ну, например, из Америки, да, ну, это как-то, в моем понимании, не очень тянет на дом еврейского народа, коим по основному закону должен быть Израиль. Вот, ну, да ладно, если бы только это, значит, в принципе, Нетаньяху умудрился поругаться с Бараком Обамой, ну, окей, Барак Обама, судя по всему, не очень любил Израиль, ну, и не обязан, чего бы ему его любить, ну, ладно. Поругался, не поругался, он не смог с ним найти общий язык. И победа Дональда Трампа в Америке, это для Нетаньяху такая, такая удача. Вот, это, это больше удачи для него просто быть не могло, потому что, ну, Хилари Клинтон, скорее всего, продолжила бы, там, курс Обамы, и, в общем-то, Нетаньяху было бы хуже. Это Трамп, в свою очередь, он, вот как он, юдофил, он очень хорошо относится к евреям. Ну, кстати, со мной, наверное, поспорят, скажут, что Трамп, на самом деле, фашист-антисемит, но как-то фашисты-антисемиты редко выдают свою дочку за еврея, да, и дочка переходит в иудаизм. Вот, значит, нет, Трамп действительно хорошо относится к евреям, хорошо относится к Израилю, и Нетаньяху в этом плане очень повезло. Хотя, конечно, и Трамп вряд ли, как это, он, я думаю, не готов, там, слепо любить Нетаньяху, Израиль и так далее, он, если Нетаньяху останется у власти, будет ожидать какой-то ответной реакции на его, там, попытки как-то помочь Израилю и так далее, и так далее. Вот. Что касается остального, ну, с Европой у него, у Нетаньяху все как-то печально. То есть, да, у него относительно ничего бывает, наверное, с Восточной Европой, да и то не всегда, там, с Польшей вечно ругаются, там, сейчас, ну, может быть, есть причины на это, я же не говорю, но просто как-то, в целом, Европа, она поддается, скажем так, вот, пропалестинской пропаганде, ну, пропаганде вообще, агитации и так далее, да, Израиль ничего этому не может противопоставить. Страны Персидского залива, которые на самом деле достаточно заинтересованы в каком-то сотрудничестве с Израилем, теоретически, и готовы, может быть, как-то были бы двигаться быстрее, чем они двигаются, ну, тоже большого прогресса там нету. Да, какие-то есть контакты неофициальные с Саудовской Аравией, и с, по-моему, Арабскими Эмиратами, ну, с Кувейтом, может, я не помню, но как-то это все с трудом. Ну, вот, единственное, внешнеполитические успехи Нетаньяху, это Африка, он очень любит ездить в Африку, ну, скажем так, я не уверен, что для Израиля, который, в общем-то, производитель высоко, скажем так, ну, как это, ну, хай-тека всякого, да, и медицинского, и, вот, IT и так далее, ну, в общем, что Африка это там интересный рынок сбыта, допустим, или что-то, нет, безусловно, чем больше друзей, тем лучше, но все-таки, как это, Европа, когда премьер-министр теряет Европу и вместо нее находит Африку, ну, просто по экономическим соображениям, да, это как-то не очень эффективно, вот, лучше подружиться с Африкой и не ругаться с Европой, вот. Вот, и, безусловно, все эти отговорки, что в Европе все там левые, и это ужасно, это, конечно, прекрасные отговорки, но Нетаньяху лузер, вот, одно не отменяет другого, вот. Что касается расследований в отношении Нетаньяху, то есть против него сейчас проводилось несколько расследований, и как бы есть рекомендация, ну, это типа генпрокурора, но это не генпрокурор, он подразумевается по-другому, но не суть, еще есть рекомендация судить Нетаньяху, не факт, что его осудят, да, но, тем не менее, сам факт этих расследований говорит о том, что, ну, наверное, все-таки не все там чисто. Я не хочу сказать, что как-то вот, если завели дело, значит, непременно человек виноват, но все-таки как-то мне что-то вот не верится, что Нетаньяху пристально чистый, вот, потому что те обвинения, они тоже довольно странные, да, но поскольку они, как бы, судя по всему, в рамках закона, ну, видимо, они имеют под собой, скажем так, основания, потому что там, что, обман общественного доверия, что-то еще, что-то еще, ну, в общем, такие, как это, формулировки расходятся, не то, что, да, что он там украл что-то или там прямо взял взятку, хотя там про взятки что-то было, но я не знаю, не помню, есть там про взятки реально в обвинениях уже сейчас, то, что осталось или нет, но, по крайней мере, он не очень там чистую игру вел, да, что для политика в Израиле не очень хорошо, ну, я бы даже сказал, неприемлемо. Вот. Соответственно, в Израиле будут выборы, кто на них победит, вообще не совсем понятно, то есть, скорее всего, все идет к тому, что большинство наберет вот этот блок Кахоль-Лаван, но не факт, что он сможет сформировать коалицию, потому что, чтобы назначить своего премьер-министра, нужно заручиться поддержкой 61 депутата Кнессета, а не факт, что получится. Вот. По крайней мере, судя по всему, не получится, по крайней мере, без части арабских партий или без части партий, которые, ну, такие, они как бы правые, но, в принципе, не совсем. Вот, собственно, основная идея. И, наверное, я запишу еще одно видео, когда результаты станут известны, то есть, я попробую спрогнозировать вообще, что, объяснить, что произошло и к чему это может привести, и что вообще будет с Израилем по результатам этого, как бы, избирательного цикла. Ну, вот мы посмотрим. Вот, ладно, а на сегодня все. Спасибо, что смотрели. Всем пока.